Мне кажется, что наша ментальность, она очень во многом схожа с ментальностью и психологией бразильцев. И мы более восприимчивы к их культуре, в том числе и массовой. Поэтому, знаете, это как-то кладется на благодатную почву. Поэтому бразильские сериалы… Что отличает Латинскую Америку и Бразилию в частности? Это удивительная эмоциональность, повышенная эмоциональность. Если мы сравниваем с Европой, если мы сравниваем с Америкой, с англосаксонским миром, со Скандинавией, то, конечно, бразильцы – это море эмоций, это некая открытость. Повышенная эмоциональность, она как раз срабатывает на развитие жизни, на поддержание жизни. И там нет таких демографических проблем, как в Европе. И вот эта открытость, она, конечно, очень нам близка, понятна, и, мне кажется, мы за это и любим друг друга, потому что это как раз то пространство, где мы находим пересечение. И еще интересная особенность, тоже, мне кажется, она иллюстрирует бразильский национальный характер очень наглядно. Если говорить про европейское пространство и американское, да, то принято считать, что вот нищета плодится. Ну, это некрасивое выражение, но оно присутствует в нашей бытовой жизни. И наоборот, чем выше социальный статус и чем выше достаток европейской, англосаксонской, там, американской культуры, тем меньше там детей, и у бразильцев все наоборот. Чем выше социальный статус семьи, чем выше достаток в семье, тем больше детей. И чем беднее семья, которая там существует в каких-нибудь фавулах или в каких-нибудь, ну, трущобах, по-русски говоря, значит, у нее меньше детей, и родственные связи, они реже, беднее и так далее. То есть семейные ценности, семейные коммуникации напрямую завязаны с достатком, с экономической платформой и социальным статусом семьи. Это принципиальное отличие от современного англосаксонского, европейского.